Физкультурно-оздоровительный комплекс, школа и ферма. Эти объекты в селе Коткино сегодня посетили новый первый зам губернатора, руководитель аппарата администрации Неницкого округа Юрий Мурадов и главный федеральный инспектор по Неницкому округу Александр Бебенин. Первый объект в Коткино, который посетил первый заместитель губернатора Юрий Мурадов и главный федеральный инспектор по НАО Александр Бебенин, здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Его бесспорно можно назвать гордостью села. Общая площадь сооружения 895 квадратных метров. В составе фока универсальный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, зал для занятий настольным теннисом, тренерские комнаты, раздевалки, душевые и другие подсобные помещения. Такой спортивный подарок сельчане получили в 2012 году. С тех пор спорт в Коткино стал действительно массовым. Вот сейчас у нас получилось за полмесяца 158 человек прошло. Сейчас я подвал документы в Труск. На 15 число 158 человек посещили. Предпочтение жителей каким видом спорта заниматься? Игровые? Волейбол однозначно. Индивидуальные, коллективные? Волейбол? Волейбол. Очень идут сейчас хорошо в тренажерные залы. Идут хорошо женщины в возрасте, пошли уже второй зрелый. Романтичный возраст вы назвали. Сейчас ФОК стал местом притяжения не только людей романтичного возраста, но и детей, молодежи и подростков. Здесь проводятся не только занятия спортом, но и сельские межмуниципальные спортивно-массовые мероприятия, соревнования и спартакиады. Следующий объект, который посетили в рамках рабочей поездки – общеобразовательная школа. Преподавательский состав, в отличие от сотрудников ФОКа, новым оборудованием похвастаться не может. По словам учителей, в школе не хватает элементарных наглядных пособий для проведения уроков. То есть нет препаратов, нет гербарей, вот эта карта 78-го года. Не хватает учебных пособий не только учителю географии. Причем здесь интернативная доска, если нет реактивов. Нет проверок, реактивов, спиртовых, ничего нет. По словам директора школы Нины Чумаченко, у учреждения просто нет финансовых возможностей, чтобы приобрести необходимые материалы для образовательного процесса. Но скоро ситуация исправится. Буквально вот с сентября месяца выделены были средства, спонсор нашелся. Выделены средства были на кабинет физики и на кабинет химии. Там миллион 145 тысяч, но этих денег хватило только на один кабинет. В департаменте было сказано, приобретаем кабинет физики. Сейчас мы ждем зимник, нам по зимнику, я уже созванивалась, нам идет это оборудование. Ну а химии в следующую очередь. Надо немножко еще подождать. Действительно в том, что скоро в школе появится новое оборудование, подтвердил и руководитель департамента образования Илья Иванкин. Я хочу отметить, что в этом году мы закупаем за счет средств недропользователей 5 кабинетов физики и 5 кабинетов химии. В том числе в эту программу попала и школа в Коткино. Поэтому как только встанет зимник, туда придет новый кабинет физики и новый кабинет химии. И что касается географических карт и так далее, то эту проблему мы решим к 1 сентября, к новому учебному году. С 1 января 2017 года округ, последний в стране, кстати, перешел на нормативно-подушевое финансирование. И чем больше в школе учатся детей, тем больше средств она получает. Это априори. Поэтому та школа, в которой учатся тысячи детей и та школа, в которой учатся 41 человек, они получают совершенно разное финансирование. Отдельным пунктом в графике рабочей поездки в Коткино стал и сельскохозяйственный кооператив «Сула». Еще один современный сельский объект. Продукция предприятия – масло, сливки, сметана и творог – пользуются огромной популярностью не только у местных жителей, но и всех жителей региона. В этом году 240 буренок отметили новоселье. Переехали в здание новой фермы, где процесс содержания коров был максимально автоматизирован. Содержание рогат их беспривязное. Но к такой вольной жизни молочные красавицы поначалу не могли привыкнуть. В первое время между стоилами бегали, как олени, будто в короле. Они понять не могли, зачем мы их привели сюда и никто не привязывается. Но сейчас они уже и сюда не хотели заходить, мы их тут заволакивали. Стоит отметить, кооператив «Сула» в числе других хозяйств региона получает государственную поддержку в виде субсидий из окружного бюджета на каждый килограмм реализованного или отгруженного на переработку молока. Такая господдержка дает возможность колхозу аккумулировать полученные из окружной казны средства и вкладывать в развитие собственного производства. После посещения сельхозобъекта первый заместитель главы региона Юрий Мурадов и главный федеральный инспектор Александр Бебенин встретились с местными жителями, которые озвучили главные болевые точки в жизни села. Очень интересные вопросы люди задавали. Видно, что люди пришли со своими проблемами, очень давно накопившимися. Они эмоционально ими делились. Людей, даже молодых людей. Волнует, что происходит у них здесь в населенном пункте. И, наверное, некоторая критика даже, она не беспочвена и властям есть над чем работать. Все это будет отфиксировано по итогам поездки и мы обязательно каждым вопросом предметно займемся для того, чтобы снять и напряжение, которое есть, и в целом справедливое замечание по улучшению жизни людей учесть и воплотить в жизнь.